ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ «Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей». В евангельском чтении, которое Святая Православная Церковь предлагает нашему вниманию сегодня, Господь наш Иисус Христос раскрывает тайну Своего прихода в мир. «Христос возглашает собранным вокруг Него иудеям, потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять её». Святитель Афанасий Великий однажды заметил, «Все люди умирают, потому что были рождены». Другими словами, смерть каждого человека является следствием его рождения. И только один человек, Сын Божий, ставший Сыном Человеческим, рождается именно для того, чтобы умереть за всех людей. Таким образом, для Христа не рождение было причиной смерти, но наоборот, смерть была причиной рождения. Бог рождается как человек, чтобы умереть за все человечество. Смерть Спасителя, как мы видим это из сегодняшнего Евангелия, «Абсолютно добровольно. Никто не отнимает её, то есть жизнь у Меня, но Я Сам отдаю её». Именно любовь приводит Сына Божия к добровольному, осознанному самопожертвованию за весь человеческий род, который Он спас от вечной погибели через искупительную смерть на кресте. Несколько далее Господь, продолжая говорить о Своей жизни, которую приносит в жертву за всех людей, произносит удивительные слова. Слова, которые остаются непонятными для иудеев. «Имею власть отдать её, и власть имею опять принять её». Эти слова раскрывают пред нами не только смерть Господа Иисуса Христа, но и Его грядущее воскресенье. Святитель Иоанн Златоуст, размышляя над этими словами, обращается от лица Христа к иудеям. «Вы так часто замышляли убить Меня, но ваш труд щетен, потому что я сам отдаю свою жизнь. И если бы я сам не отдал её, вы бы никогда не смогли её отнять». Иудеи не поняли этих слов, и в народе произошёл спор. Многие из них говорили «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его». Другие говорили «Эти слова небесноватого может ли бес отверзать очи слепым». Таким образом, Спаситель, как об этом пророчествовал при святой Деве Марии праведный Симеон Богоприимец, принимая на руки новорождённого Богомладенца Христа, стал объектом пререкания в народе. Одни стали называть его бесноватым и безумцем, другие – великим пророком, сотворившим такие чудеса, которых ранее никто из земнородных не творил. Спустя некоторое время, когда Господь пришёл в Иерусалимский храм на праздник обновления этого храма, иудеи вновь приступили ко Христу и спросили Его, «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Такой вопрос по словам блаженного феофилакта Болгарского звучал как насмешка со стороны вопрошавших иудеев, ведь к тому времени каждый житель иудеи слыхал о чудесах, совершённых Христом. Но вопрошавшие не столько хотели услышать правильный ответ, сколько желали обвинить Господа в очередной раз в богохуйстве или ещё чем-то подобном. Именно поэтому Господь отвечает им, «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих». Сказанное Христом очень чётко показывает, что на самом деле отделяет людей, верующих в Него от людей, противящихся Ему. Те, кто не верит во Христа, не признаёт Его мессианское достоинство вовсе не из овец Его. Они только номинально принадлежат к народу Божьему, но по сути оказываются хуже и нечестивее язычников. Истинные овцы из стада Христова – это люди, которым не нужны чудеса или другие какие-нибудь доказательства. Они просто верят в Бога и любят Его. Это главный критерий, который отличает овец Божьих от козлищ. В конце сегодняшнего Евангелия мы слышали, что Господь наш Иисус Христос обещает верным Него людям вечную жизнь. Неужели это не высшее и не превосходнее всех наших земных желаний и стремлений? Соединение с Богом, блаженная вечность в Царстве Небесном – вот смысл всей христианской жизни и самый драгоценный дар, который может быть дан нам Господом по Его великой и незреченной милости. Ради этого дара мы должны быть готовы пойти на всякие трудности и лишения, потому что никакая земная радость не может быть сильнее, чем радость общения с Богом и наследование блаженной вечности. Святитель Игнатий Кавказский призывает «Не будем тратить драгоценного времени на тленное, чтобы не утратить единственное наше сокровище – Христа». Постараемся же не растрачивать на пустяки время нашего земного бытия, постараемся успеть настроить наши сердца и души на совершение добрых дел и направить наши чувства, желания и устремления к Богу. Ведь только в Боге мы можем обрести нашу подлинную радость.